миндальная спасибо всем привет я без фанатизма отношусь к зоше его правила но капучино для меня уже давно самостоятельный десерт такое два в одном удовольствие на ровном месте а миндальная и подавно без сладкого можно обойтись знать свои радости очень важно особенно для женщины ведь удовольствие это топливо для нашей гормональной системы только подумайте удовольствие и удовлетворение жизнью однокоренные слова одно с другим очень связано нет удовольствия и женщина медленно и верно превращается в тетку какое платье не надень какой оттенок волос не сделай не скрыть выражение лица и общее состояние отношения к жизни какие удовольствия да самые простые вот мои например музыка не начинается каждое утро это моя настройка всегда лежат билеты в театр кино концерт путешествие конечно да просто смотреть за бокалом вина кино друзьями потом обсуждать конечно удовольствие сейчас работать то чем я занимаюсь удовольствие мне кажется что через удовольствие мы обращаемся к лучшему себе невозможно отдавать радость другому если ты не умеешь получать радость сам почему они правильно и красиво взрослеют потому что принцип я и мои удовольствия знаете ну невозможно в 50 с хвостом не понимать что тебя радует в этой жизни а зачем нам думать что с нами будет через 10 лет если здесь сейчас нам хорошо у вас есть коуч сейчас будет я встретилась со светланой комаровой супер коучем с которой мне несколько лет назад свала жизнь мы поговорили и об удовольствиях о том насколько это важно но главное о том как превратить кризис возраста возраст счастья когда не открывали свой возраст нет я его люблю на самом деле я тоже как-то имеет от мамы видео передалось потому что я чем старше становлюсь тем более счастливой себя чувствую аналогично не сейчас много пишут о том что возраст детства задвинулся до 30 лет на самом деле люди многие живут до 30 лет с родителями я не могу с этим смириться мне кажется такова реальность 30-40 лет заводят детей в 10 лет как сейчас называют или это вторая молодость или это первая зрелость с другой стороны психологи говорят что старше 47 лет они клиентов не берут потому что сделать это ничего невозможно когда к вам приходит женщина 45 плюс и которая говорит я прожила как-то мне неправильно что вы скажете самый типичный вопрос который я сама для себя сформулировала скажи мне что со мной все в порядке это по большому это счету возвращение к себе это запрос на возвращение к себе причем это очень такой драматичный переход потому что человек сталкивается с тем кого никогда в жизни не знал то есть вы прожили условно говоря 50 лет с мужчиной и вдруг обнаружили вау он совсем другой а я как я прожила с ним 50 лет и этого не видела а тут вы прожили 50 лет с собой и происходит вот это вау оказывается я совсем другая оказывается я хотела совсем другого оказывается там большая часть моей жизни была потрачена не на то что я хотела на самом деле это возраст когда уже отыграны все социальные роли и вот здесь происходит очень интересное разделение либо вот на рубеже 45 плюс даже я сказала женщина понимает что у нее жизнь кончилась и мы все дальше я старуха мне остается только доживать чего-то в моей жизни ничего хорошего не будет их много я бы сказала даже так что их большая часть этих женщин и есть совершенно другое когда в возрасте там 45 плюс 50 плюс женщина наконец-то вспоминает про себя она начинает лучше понимать себя она понимает что ее радует что ее не радует она прошла уже какие-то свои катаклизмы катастрофы она устоялась она укоренилась и она начинает жить совсем другую жизнь и вот то что нам сейчас дает социум и экономика и все на сети вот эта возможность продление активной части жизни и причем еще и в улучшенном ее качестве и с точки зрения социальной с точки зрения финансовой среды какой-то это очень круто это очень здорово и плюс еще не будем отвергать и достижение медицины в том числе и достижение косметологии в том числе потому что когда смотришь фотографии 40 50-летних женщин сейчас и возраста там наших бабушек то там 30 лет женщин старуха и еще один женский запрос расскажи мне что мне можно быть сильной мы запрещаем себе быть сильными потому что в социуме схлопнулась воедино сила и агрессия и злоба женская и схлопнулась бессилие и нежность это совершенно разные вещи нежность не может базироваться на слабости потому что нежность должна быть чем-то защищена нежность и женственность может базироваться только на ощущение внутренней устойчивости собственного стержня и внутренней силы потому что тогда ты можешь проявлять себя свободно не боясь того что кто-то тебя заденет ну задение ты что у меня это никак не качнет ну кому-то я не понравлюсь кто-то выскажет какую-то неприятную оценку от на и что это их видение я считаю по-другому и вот этот вот запрос расскажи мне что я могу быть сильной это на самом деле огромный женский страх им кажется что если они будут сильными значит весь мир вокруг них развалится на самом деле он не разваливается на самом деле проходит какой-то период и женщина возвращает интегрирует себя женственность и вот тогда сочетание получается очень красивым очень хорошим и тогда она востребована мужчин и тогда она живет в себе в удовольствии тогда она понимает себя и свое тело она позволяет себе слышать себя она позволяет чувствовать себя многие приходят к этому возрасту действительно осознав что в общем они прожили какую-то не свою жизнь очень хочется успеть прожить свою жизнь а на самом деле страшно потому что уже нет времени на ошибки просто уже нет этого разгона если мы не будем делать ошибки то у нас не будет очень большая большая очень большой страх как раз ошибок у меня есть просто подруга которая вот годами просто условно сидит на диване от страха что-то сделать чтобы можно было внутри тебя боится на сколько лет у девочки внутри тебя маленькая девочка вот мы вынимаем эту девочку да вот внутри тебя там там 6 12 лет максимум а может быть и меньше вот давай посмотрим как она сидит посадили на этот стул посмотри как она сидит у тебя что она боится чего боится от ребенок и когда начинаешь разговаривать вот из этого состояния ребенка что ты боишься крохла я боюсь что меня накажут а я боюсь что я встаю вот встала рассказывать стихотворение все начали смеяться там всегда есть конкретная какая-то жизненная ситуация и вот эта вот маленькая девочка которая боится она боится чего-то конкретного и это вот тот внутренний ребенок которому нужно сказать крохма и у тебя есть я взрослая я рада что я тебя увидела тебя люблю тебя никому не отдам а мы счастливы вместе я сделал все чтобы все было хорошо и тогда человек обретает опору внутри себя знаете прочитала недавно замечательную статью выдержки из юнга когда он писал о том что нас никто не учит жить в зрелом возрасте мы всю жизнь до этого периода до 45 или 50 у нас работают все равно паттерны сценарий которые где-то вложены как раз там в юности вот они работают до какого-то периода потом мы просто не знаем что делать все мы видим это неким горизонтом за которым дальше мы не никаких подробностей мы вообще в этом не имеем никакого представления и ручки на груди уже рядом как бы вы могли назвать какие главные несколько задач для женщины 45 принцип на ее ближайшем каком-то отрезке пути понять что ты хочешь ну например какую работу я хочу иметь и почему мне важна именно это вопрос эта работа самый ключевой вопрос на который нужно себе ответить как я хочу себя чувствовать вот в этом новом своем состоянии когда мы понимаем в каком состоянии мы хотим жить как я себя хочу чувствовать я себя чувствовать хочу успешно и сильно и уверенно я хочу себя чувствовать слабо и я хочу себя чувствовать безмятежной, я хочу себя чувствовать радостной, я хочу свободно проявлять свой гнев, я хочу наконец-то дать отпор всем людям, которые меня обижали все вот это время. Когда мы понимаем вот это вот, все остальное просто в эспе. И вот это понимание это ключевое звено. И все-таки постараться изменить? После того, как ты понимаешь, что ты хочешь, ты начинаешь двигаться в этом направлении. Есть вот там чисто коучинговая такая методика. Найди в пространстве вероятности женщину, которая ты, но которая старше тебя на 10 лет. И вот найди ее такую, которую ты видишь, неужели я бы могла бы быть такой. И вот пока ты не нашла вот это вот, ты продолжаешь ее искать, искать, искать. А когда ты нашла и вот так вздохнула, глядя на нее, начинай смотреть как она живет, что она делает, что происходит в ее доме, сколько зубных щеток у нее просто такая. У нас была фокус-группа до запуска программы. И мне все говорили, нет, адресная аудитория это все-таки 40. В 40 начинаются эти проблемы. В 40 уже есть запрос. Я-то с этим не согласна, потому что в 40 лет там могут быть какие-то элементальные страхи, но в 45 с организмом происходят необратимые изменения, с женским организмом. И они, конечно, включаются в, ну очень влияют на жизнь, да, просто громадами изменений глубочайшие, которые во многом очень определяют ощущения, просто меняется очень сильно тело самооценками. Многое, что приходит в движение. То, что было для тебя, твое тело было тебе, в общем, подвластно, ты его чувствовал определенным образом, потом начинает меняться и становиться каким-то другим. Ты не знаешь, что с этим делать, например, с лицом, с телом, с эмоциями, которые ты переживаешь. Суть кризиса в чем? Вот ты стоишь на мосту, на подвесном, и у него там уже рушатся опоры, разлетаются вот эти вот вантовые там. Там все разлетается. Ты не сможешь там стоять. Ты там обязательно обрушишься. То есть, либо ты идешь вперед, ну, либо ты умираешь просто как, ну, как, как, как личность, что ли. Ты омертвиваешь. Все, что не движется, то умирает. Все, что не движется, все умирает, да. И вот этот вот переход, это переход к очень хорошему пониманию себя. Это переход к тому, что я у себя в приоритете, мои желания у меня в приоритете. Что мне не надо подстраиваться под мужчину. Что меня, я буду востребована такая, какая я есть на самом деле. Потому что мне не надо больше играть в какие-то социальные игры. Мне не надо больше оправдывать свое существование тем, что я хорошая хозяйка, хорошая любовница, что я супервумен, что я там член совета директоров и так далее. Есть я. Это отказ от компромиссов получается? Понимаете, это отказ от компромиссов. Это отказ от компромиссов, это признание себя. Это универсальный сценарий, или он работает? Туда мало кто доходит. Он универсальный, но там мало кто доходит. Через которые проходит очень много женщин, которые сумели обустроить свою жизнь. И это очень сложно понять, на это уходит несколько лет, чтобы понять, что мужчина тебе больше не нужен, как дойная корова, извините за цинизм. Он тебе нужен, как живой человек, со своими эмоциями, со своими проблемами, со своим умением горевать, быть больным, радовать, доставлять удовольствие женщине. Это вообще все другое. Да, и выясняется очень часто, что в этой роли он как-то тебе не очень интересен. Бывает и так. Бывает и так, потому что это отношение зрелых людей. Незрелый мужчина, вот в этот пазл он больше не вписывается, потому что тебе больше не нужен мужчина с истериками. Тебе больше не нужен мужчина, которому ты нужна как домохозяйка. То есть у тебя отсекается, вот у тебя была вот такая была поляна выбора, а теперь она отсекласс. И у тебя осталась маленькая поляна, но очень качественная, понимаете? Да. Очень качественная, то есть людей, рядом с которыми хорошо и приятно находиться. На ваш взгляд, есть ли вообще конкурентные преимущества у женщины 45-50? Есть. Какие? Я бы сказала, что здесь не конкурентные преимущества возраста, здесь конкурентные преимущества женщин, которые в этом возрасте пришли к определенному пониманию себя мир и мужчин. Понимаете? Да. Из моей психотерапевтической практики с мужчинами, все это высокооплаченные мужчины, после того, как один из них, я ему задала вопрос, я говорю, что ты хочешь? Он говорит, я счастье хочу, мне его никогда не было. Окей, а что я буду делать с тем, что ты хочешь счастья, если я не понимаю, что такое для тебя счастье? Да. Давай разбираться, что такое для тебя счастье. И когда он начал мне рассказывать про те отношения женщины, которых он всегда хотел, но которые так и не получил, он рассказывал про чувственную женщину, которая в первую очередь умеет радоваться жизни сама и которая умеет с радостью принимать то удовольствие, которое доставляет ей этот мужчина. Я начала допрашивать всех подряд, и клиентов, и не клиентов, и собрала вот такую вот статистику. Я не могу, я же бизнесовый человек, я не могу без статистики, мне в сущном. И они все говорили одно и то же, они все говорили, что возраст не важен, внешность важна тогда, когда вот первое столкновение, вот первые там несколько минут, когда ты понимаешь, что она тебе интересна, тебе все равно, сколько ей лет, какой у нее вес, в чем она одета, потому что теперь рядом с ней хорошо. А хорошо с ней может быть и в зрелом возрасте, и в молодом. Но просто к зрелому возрасту у нас больше возможности понять, что мы сами хотим и хотим, и что мы сами любим. Это огромное преимущество, это первое. Второе, мы уже устаканились внутри, то есть мы вот это вот свое эмоции, которые присутствуют во мне здесь и сейчас, мы проявляем их достаточно свободно, мы вот это вот уже не делаем. Нежелание человека только получить, есть что отдать. Да, есть что отдать. Есть что отдать. И мы можем принимать человека со всеми его проблемами и недостатками, потому что мы не ждем от него, что он будет нас содержать, что он будет нас защищать. Мы в нем человека видим. Когда я вижу вечную девочку, которая 55, мне всегда хочется спросить, в разуме ли вы мадам? Представили перед собой коробочку, посадили туда всех тех, на кого ты так злишься. Их там много, полная коробка. Что мы будем с этим делать? Ну вот мы их сожжем. Молодые мужчины очень интересуются взрослыми женщинами. У нас по большому счету как-то вот женский социум поддерживает мысль о том, что женщина должна быть вечной девочкой. Да. И когда я вижу вечную девочку, которая 55, а мне всегда хочется спросить, в разуме ли вы мадам, что вы отсекли от себя великолепную вот такую женскую составляющую, мощную, пытаясь задержаться и проконкурировать с девочками, которые 25 лет, с наивенными, светлыми, распахнутыми глазами. И это совершенно разная история. Это абсолютно разная история. И у молодых женщин очень частый запрос «Расскажи мне, что со мной происходит. Расскажи мне, как ты это прожила сама. Расскажи мне, как это будет происходить дальше. Какие ошибки я сделала, как в них не наляпать больше». И запрос молодой женской аудитории, на ролевую модель, наверное. Он огромный. В таком зрелом возрасте женщина, прежде всего, наставник. Да. И это тоже важно даже через какие-то бизнес-архетипы, если можно так сказать. Да. Или женщина-пауэр-вумен, или женщина 50+, это уже не совсем пауэр-вумен. Да. Мне приходится говорить о том, что нужно из возраста в возраст, все-таки пересматривать свои архетипы, в том числе и внешние. То, о чем мы говорим, да, девочка 50 лет, это и внешне ведь выражается, может быть, да. Или там женщина-вамп, такая вся амазонка, иметь разные краски, выражения своей сексуальности и чувственности. Это выражается не в леопардах, не обязательно, а в этом каблуке. Этих красок очень много. Вот очень хорошая практика, найти для себя образец для подражания, это очень важно. И, к сожалению, у нас, ну, в России, таких образцов для подражания, соответствующих вот этой возрастной группе, их практически нет. Но, знаете, Алла Пугачева не всем подходит. Хелен Мирен. Ну, Катрин Денева. Катрин Денева. Катрин Денева, да. Фаньярдан. Фаньярдан. Вообще, француженки, конечно, дают фор многим. Они очень умеют взрослеть. Они очень умеют взрослеть. Правильно и красиво. Почему они правильно и красиво взрослеют? Потому что принцип «я и мои удовольствия». Понимаете? Ну, невозможно в 50 с хвостом не понимать, что тебя радует в этой жизни. Если ты не понимаешь, что тебя радует, если ты просыпаешься с утра, задаешь себе вопрос «А чему я сегодня порадуюсь?» и у тебя вообще нет ответа, потому что ты не знаешь, как это. Это значит, что что-то в твоей жизни вообще не то происходит. Можно сказать о том, что женщина должна накапливать способы получения удовольствия от жизни, от мира, от окружающих, для того, чтобы растить в себе формулу, свою собственную любви, чтобы отдавать ее. Невозможно отдавать радость другому, если ты не умеешь получать радость сам. Кризис достаточно часто происходит. Вот женщина, в которой социум вдолбила голову, что ее основная ценность может быть покорной, мягкой, держать внутренний протест и агрессию внутри себя. Да. И ты понимаешь, что внутри нее бушует вот этот вот гнев, внутри нее бушует протест. Она изо всех сил изображает из себя мягкую, добрую, непротестную девочку. А гнев и агрессия – это такая вещь, которая никуда не уходит. Она либо у тебя капсулируется в теле, либо она выплеснется куда-то наружу обязательно. То есть мы сжали, 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 сжали пружину, она выстрелит домашними истериками, истериками на работе, внезапным каким-нибудь разрывом, неадекватным поведением, всем, чем угодно. Как скрыть этот мешок? Работать с гневом. Как именно? Представили перед собой коробочку, посадили туда всех тех, на кого ты так злишься. А их там много, полная коробка. Что мы будем с этим делать? Ну вот мы их сожжем. Ну давай жги. И смотрит свою картинку, как он их жжет. Для того, чтобы что-то вытеснить и не пускать это в сознание, это же нужно удерживать. Это же зверь, который сидит в клетке. Он требует еды. Вот когда мы этого зверя выпускаем наружу и раскапсулируем, и позволяем ему экологично проявиться, и по отношению к себе, и по отношению к миру, и по отношению к партнеру, к мужу, к детям, к кому угодно, мы эту энергию возвращаем в себя. Можно же это сделать не картинкой, можно же сделать спичечным коробком, положить туда спички, выйти на улицу и в общем... Как угодно. То есть там нет никакой магии. Да. Там абсолютно нет никакой магии. Там есть образы внутренние, которые всегда есть у человека. Эти образы всегда имеют какую-то локацию в теле. Я почувствовала в своем возрасте сейчас, в этот период, что пересматриваются отношения дружеские. Я не знаю, связано ли это действительно с кризисом этого возраста, или это просто в моей жизни так происходит. Но кризис дружеских отношений, когда ты уже не воспринимаешь друзей, как воздух. И когда ты себя ловишь на том, что ты работаешь над отношениями. Но тогда исчезает сам смысл отношений, когда ты начинаешь... Когда у тебя работа над отношениями, заменяет сами отношения. Потому что дружба... На мой взгляд, все равно в основе дружбы лежит любовь. Что делать? Я кажется, любовь вообще в основе есть. Переходы в какое-то новое качество, в которое, скорее всего, вы в данный момент переходите. Именно поэтому отношения оживают свое. Вы ничего не с этим не сделаете. И вполне возможно, что когда вы этот мост пройдете вантовый, у вас вернутся отношения с этими людьми в каком-то другом качестве. Но возможно, что вы поменяетесь настолько, что не будет тех красных кнопок, которые они вам раньше включали. И тогда это неизбежное расставание. Вы не знаете, что будет. Просто надо довериться тому, как это будет происходить. И все. То, что я вижу, очень меняется. Я не знаю даже, как это сказать. Компоновка возрастов, что ли. Молодые мужчины очень интересуются взрослыми женщинами. Не нужно этого бояться, да? Абсолютно. Не нужно этого бояться. А как же подумать о том, что с нами будет через 10 лет? А зачем нам думать, что с нами будет через 10 лет, если здесь и сейчас нам хорошо? Через 10 лет мы опять думаем о том, чтобы здесь и сейчас нам было хорошо. Через 10 лет нас с вами может не быть, нас паровоз переедет, и вопрос снят. Никто не обещал нам в завтрашний день. Абсолютно. Вот он здесь хороший. И это опять же к тому, что у нас есть социумное предписание. Любые отношения мы рассматриваем как отношения, которые приводят к браку. Если мы не рассматриваем это как отношения, которые приводят к браку, это могут быть совершенно прекрасные отношения. Просто совершенно прекрасные. Я говорила, коуч, это очень полезно. Главный результат – это вдохновение, проработка мотивации. Главное – понимать, куда и как мы идем. И еще очень важно обнуляться, сбрасывать настройки. Начинать что-то новое. Не допускать застойных явлений даже в мыслях. Потому что молодость – это прежде всего движение, а не лицо без изъянов. Вот на сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно. Ждем ваших каких-то впечатлений. Поделитесь, пожалуйста. И желаем вам удовольствий, больших и малых. Встретимся очень скоро. Пока.